Добрый день, друзья! Начинаем очередное заседание Клуба «Улица правды». Сегодня мы заслушаем Бориса Игоревича Костенко с докладом о национальном телевидении. Прошу вас. Спасибо. Мы выбрали эту тему. С одной стороны, я занимаюсь этим вопросом уже много лет, там можно сказать и 5, и 10, может даже и 15. Но именно сегодня мы говорим об этом, потому что есть информационный повод или даже государственный повод. 11 марта, то есть после выступления в февральном собрании, но еще до выборов, Путин объявил, было опубликовано, точнее, его поручение номер 438 о том, что необходимо создать новый национальный проект, 12 по счету, и важно, что он не был объявлен официально, прошел в документах, как поручение после госсовета. Поручение звучит очень интересно, я бы сказал, переломно для всего, и для тех, кто занимается просвещением, кто работает в медиа на серьезных проектах. Проект называется так. Ну, поручение, естественно, Кириенко и Мишусиной до 1 июля, это должно быть предъявлено, несмотря на, значит, возможные какие-то коррекции в составе правительства и администрации президента. Значит, разработать и реализовать предложение, разработать предложение о реализации национального проекта, направленного на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну, такого никто не ждал. Это очень резкий поворот о выводе проблемы. Может быть, я самое страшное слово сразу скажу, чтобы потом успокоиться. Вопрос о идеологии на уровень национального проекта. Может быть, некоторые скажут, что я сгущаю, что я, значит, перетягиваю куда-то вот не в ту сторону. Ничего подобного. Дело в том, что надо обладать какими-то особыми знаниями, чтобы понимать, что если на уровне нации, народа, государства в целом ставится вопрос о воспитании, значит, это носит уже, этот предмет уже представляется как угроза национальной безопасности, разрушение государства, деградации народа и так далее. А также в ситуации идеологического, ментального, психологического, гибридного противостояния мы можем выжить только при определенном уровне иммунитета вот этого духовно-нравственного. Если этот иммунитет не поддерживает, не культивирует, что происходит уже не один десяток лет, то, конечно, народонаселение начинает деградировать. Ну, все же слышали эти словосчитания, дебилизация народа, значит, что вот мы тут прохохотали всю страну, но ведь дело в том, что предметом, объектом воздействия вот всех возможно предложенных мероприятий, программ, доктрин, еще чего-то, объектом является сознание масс, массовое сознание. Это конкретный термин социально-психологический. К сожалению, у нас социально-психологические исследования нашей стране в большом загоне, извините, просто болел немножко потом голос такой свистящий, в большом загоне, а я в свое время на факультете журналистики все-таки мне заслужилось работать в семинаре Бориса Андреевича Грушина, известнейший нас социально-психолог, который занимался социально-психологией медиа. И представления какие-то предметы я имею. Так вот, воздействие, это система, то, что называется раньше пропагандой агитации. Пропаганда, слово, оно, в общем-то, для профессионалов нейтральное, ничего там особенного нет. Это совокупность мероприятий, которые меняют сознание. Как померить этот сдвиг малюсенький, это вопрос сложный, но тоже решаемый. Это комплекс социально-психологических исследований как больших масс, там, репрезентативных выборок населения, так и изучение медиа, текстов, как зеркало. То есть, методики есть, но процесс очень долгий и медленный. Еще такое замечание, что, например, вообще национальные проекты, они разрабатываются, ну, это и есть положение национальных проектов, как необходимость достижения критически важных национальных целей развития, я цитирую. Критически важных национальных целей развития. Но дело в том, что других национальных проектов, где предполагается отслеживание, мониторинг, конкретные показатели, их динамик, общественный контроль, ну, там, проект, там, дороги, там, или, например, об увлечении молодежи, там, создание условий для, там, развития, ну, это проекты, программы какие-то, обучение, это как-то меряется, измеряется, оценивается. А сознание как померить, тем более всей нации. Его хотя бы вектор надо определить, куда оно двигается и с какой скоростью. Получается, что этим надо заниматься. Почему я выбрал вот эту тему, оттолкнулся от поручения президента от 8 марта? Что можно сделать на уровне национального проекта? Мероприятия какие-то, концерты, напечатать книги, провести, значит, шествия? Нет, это не получится ничего. Нужна совершенно другой уровень постановки вопросов. У нас нет института или научного центра, ну, может быть, в недрах специальных служб или Министерства обороны, которое сегодня вынуждено что-то говорить личному составу, то есть заниматься идеологией напрямую, хотя это очень трудно, но, тем не менее, мотивировать людей надо, чтобы они взяли оружие. Ну, сейчас такого нет, конечно, вышли на бруствер в полный рост и с криком «Ура за Рудину», и еще кого-нибудь в персональный адрес пошли на смерть. Такого сейчас же нет, но во время войны так было. Ходил политрук, говорил слова, все вставали и шли. Соответственно, сегодня, когда идет специальная военная операция, все эти процессы резко обострились. Вот если бы этот национальный проект был предложен к реализации 5 лет назад, ну, все бы там злые языки сказали, ну, сейчас деньги куда-то потратят, непонятно зачем, непонятно что. Сегодня ни у кого не повернется язык, так сказать. Во-первых, все прекрасно понимают, что контроль за отпущенными средствами для реализации национального проекта – совершенно другой уровень финансового контроля. Совершенно другой. И там всякие глупости, я не буду говорить дальше, они просто невозможны. Получается, что работать надо же не только с массовым сознанием наших сограждан, граждан Российской Федерации. Мы же понимаем, что речь идет о русскоязычных, о русском мире, о ближнем и дальнем зарубежье. Фактически мы должны реализовывать то, что говорится в доктрине гуманитарно, она же тоже принята, документы имеются. Здесь я скажу, что вот этот сам факт постановки вопроса о национальном проекте, я потом к национальному телевидению перейду, конечно, он говорит о том, что это важнейшее решение, я не знаю, как оно реализовано, это другой разговор, но это попытка заявить национальные интересы на глобальном фактическом уровне. Мы должны декларировать свои национальные интересы, ну, с одной стороны, на ближнее зарубежье, ну, в первую очередь, это Белоруссия, Украина, то, что у нее останется, Казахстан, допустим, Армения. Там же, вы же не знаете, что в Армении нет средств массовой информации российских, они давно уже отключены там, уже несколько лет. Там вообще, они не понимают, что здесь происходит. Ну, это, я как бы отвлекаюсь, но подхожу к другому, что обязательно нужно осмысливать то, что происходит. У нас нет института будущего. Ну, если попроще сказать, в каком-то одном месте должны анализироваться тексты, тексты, которые сегодня выходят в огромном количестве, различных экспертов, ученых, специалистов, как в научных площадках, так и публичных, в которых так или иначе содержатся интересные предложения, проекты, методики, взгляды, концепции. Какие-то, допустим, они не укоренены в той самой духовно-народственной традиции, а есть, которые глубоко окоренены. Сегодня без этого невозможно. И получается, что нужно точно создавать научно-исследовательский центр, который будет анализировать, сначала мониторить, ранжировать, анализировать, фондировать, устраивать научную деятельность, создавать среду, в которой образ будущего будет рассматриваться. У нас, например, вот при всем уважении к проекту «Воскресный вечер» Владимиром Саралёвым, там очень часто произносится слово «считание образ будущего». Но дальше этого практически дискуссии не идёт. Потому что, во-первых, в суе нельзя это обсуждать. А, во-вторых, даже подготовка общественного мнения к пониманию этого термина, оно должно занимать определенное время. Ведь дальше встанет вопрос о наборе мировоззренческих тезисов, которые в совокупности называются идеологией, в общем-то. Я уж не говорю о законодательной составляющей коррекции Конституции, хотя там идеология не запрещена, если правильно сказать, что запрещена главенствующая идеология. Но получается, что так как у нас идеологии нет, то те, которые могут быть, но не главенствующие, они доминируют. Если, например, в Докрине национальной безопасности у нас написано о необходимости борьбы с чуждой нам идеологией, косвенно констатируется, что чуждая идеология есть, а, скажем так, своя, посконная, отсутствует. Но это же глупость. Она у нас существует. В нашей цивилизации накоплен огромный опыт, огромные знания, концептуальные знания, которые позволяют нам достаточно быстро прийти к общему пониманию вектора этой идеологии. Хотя для такого конкретного лазунгового, может быть, декларирования, что есть идеология, как, например, было когда-то, самодержавие и православие народность или ускорение перестройка гласности, сейчас такого нет. Может быть, появится потом, оно само возникнет. Но то, что частью этого национального проекта должен быть институт будущего, это обязательно. У них же есть институт сложности, знаменитый Санта-Фе, а их там десятки таких подразделений. Они сценарии пишут, в том числе в Римском клубе, постоянно доклады публикуют, куда им идти, вон Шваб постоянно пишут всякие замечательные книжки вместе с Карлом Третьим и Папой Римским. Друзья, для того, чтобы понять, что происходит, необходимо подняться на определенную высоту. Это все равно, что для того, чтобы выйти из густого леса, необходимо забраться на высокое дерево. Тогда можно увидеть путь, тогда можно увидеть цель. Мы не знаем ваших целей, мы не сможем вместе с вами пройти ваш путь. Но мы можем помочь вам залезть на это дерево и увидеть ту ситуацию, ту обстановку, которая на сегодняшний день сложилась. Она не очень простая. Она, наверное, по сложности своей уникальная за сто лет. Ага, приходите на факультет высшего управления. С нами вы станете видеть больше. Так вот, теперь логика другая. Как можно воздействовать на это массовое сознание сегодня? Только средствами массовой информации. И если традиционные СМИ, они как-то регулируются государством, путем выдачи лицензии на право вещания, например, у второго мультиплексия, или не выдачи лицензии, или объявления конкурса на конкретное направление, или не объявления конкурса. Да, сейчас там сложилась двадцатка, но там же можно посмотреть, когда лицензии заканчиваются. Потом можно в связи с полномочиями, которые сегодня имеет правительство Российской Федерации, в связи с специальной военной операцией, можно пересмотреть условия выхода второго мультиплекса и вновь объявить конкурс на некоторые частоты. Да, это стоит. Например, второй мультиплекс. Цена обслуживания канала второго мультиплекса сегодня 1 миллиард 300 миллионов рублей в год. Ну, было 2-3 года назад. Сейчас думаю, что это поставимые цифры. Значит, речь идет о неком решении, чтобы была создана медиаструктура, работающая с этим массовым сознанием. Ну, понятно, что это, скорее всего, должен быть канал общефедерального уровня с потенциальным охватом до 98% аудитории. Это тот самый цифровой мультиплекс, первый или второй. Такие каналы есть. И когда мы начинаем выбирать или анализировать то, что происходит, надо обязательно оговориться, что государственные каналы ВГТРК, в частности. Они решают государственные задачи. Можно долго обсуждать, какие конкретно, ну, например, информирование населения, минимальное удовольствие каких-то культурных потребностей. Сериалы там исторические они показывают, замечательные. Они это делают, причем в совокупности Россия-1, Россия-24, Культура, Вести-ФМ, Маяк, Россия, там большой комплекс вопросов они решают. Вот они это делают. Но это не все медиапространство. И даже не половина его, а лишь часть. Причем не, может быть, даже, ну, там, какая-нибудь четвертая или пятая часть, может, шестая. У нас каналов только официальных, общефедеральных 20. А если посмотреть и проанализировать возможность распространения сегодня информации в относительно независимых системах, то есть кабельное вещание, интернет-вещание, телеграм-каналы, то там контроля государства фактически, ну, почти нет. Почти нет. Там, если ты не нарушаешь закон о средствах массовой информации, который Российская Федерация, самая либеральная, пожалуй, возможность сегодня на земле, вот, то можно делать все, что угодно. Что нужно предложить в рамках, или можно предложить, или необходимо предложить в рамках реализации этого, этого, значит, национального проекта по воспитанию гармонично развитой, я повторюсь, социально ответственной личности на основе традиционных российских духовных национальностей. Напомню, что приняты документы как стратегия национальной безопасности, где эти ценности сформулированы. Указ об основах государственной политики по укреплению сохранения традиционных российских духовно-народных ценностей, вокруг которых много было копий сломано. Значит, я упомяну, конечно, Союз театральных деятелей, который заставил тогда его, я тоже заставил, сделал все, чтобы он был снят с повестки по обсуждению его всенародным за два месяца до начала специальной операции, кстати. Ну, тем не менее, он был принят. Гуманитарная доктрина, внешнеполитическая доктрина, даже вот я упомянул основу культурной политики, где впервые сформулирован культурный суверенитет. Посмотрите, там четко такая большая формулировка, но это прописано. То есть, проще говоря, что целенаправленная работа, скорее, мы будем так считать, по инициативе руководства страны, вы понимаете, кого я имею в виду, она закончена. И весь корпус необходимых документов скомпонован, принят, утвержден, он должен быть реализован, и должен работать. Так вот, национальный проект сегодня завершает эту работу и требует, ну, с одной стороны, от государственных структур, тут заинтересованы федеральные и государственные органы, кто должен этим заниматься. Но почему, вот я об этом так подробно говорю, потому что дискуссия публичная о наполнении этого национального проекта не даст возможность как-то его, ну, в общем, канализировать, куда-то его увести в ноль. И точкой важнейшей является создание общенационального медиаресурса. Я бы предложил, не называйте там телеканалом его, а есть относительно продуманное или в медиа среде устоявшееся, значит, понятие, как платформа, национальная просветительская медиаплатформа с определенным процентом интерактивного вещания. Это фактически нового поколения должен быть медиаресурс, который центром, конечно, является канал. Не потому, что вот якобы люди не смотрят телеканал сегодня, это лукавство. Во-первых, смотрят. Во-вторых, телеканал, который имеет государственное финансирование, это в первую очередь совокупность студийных павильонов, информационная служба, кадры, возможность создавать достаточно большой объем разноформатного и разножанрового контента, если слово контент употреблять, продукции. То есть попытка, значит, у Тасвана есть частные вещатели, блогеры. Обратите внимание, что когда было принято решение о признании некоторых блогеров иногентами, запрещено было зарабатывать на рекламе, вскрылся факт, что эти блогеры на самом деле представляют собой достаточно серьезные редакции с большим количеством сотрудников, несколько десятков человек. Это серьезные, с оборотами, конечно. То есть не потому, что какая-то конкретная девушка зарабатывает в месяц сотни миллионов или может быть даже еще больше. Нет, она их тратит или он. Он просто в кадре сидит. Работает на него большая команда. Поэтому государство в лице президента, потому что он поручение дал, требует сегодня осмыслить национальные интересы в области информационных обменов. И вывод очень простой, что эти обмены неадекватны. Процесс воспитания не происходит. Дело в том, что в теории средств массовой информации всегда есть расписаны функции. Ну, информирование, развлечение – это все знают. Там есть еще воспитание и просвещение. Просвещение, как понимать, можно как воспитание. Об этом немножко скажу. Но если эта функция игнорируется, то это не значит, что изменение сознания не происходит. И процесс воспитания в нашей традиции – это всегда возвышение какой-то души, личности, возрастание ее. Совершенно не обязательно. Процесс воспитания может и быть в обратную сторону – деградацией. То есть, воспитываются низменные чувства, потребительство, стяжательство, человеконенавистнические какие-то вещи, чуть ли не сатанинские. Такое тоже есть. Понимаете, когда мы вдруг начинаем задумываться о том, что происходит, вдруг нам попадают тексты примерных песен, которые 22 марта должна была исполнять группа «Пикник» на известном концерте в Крупус Сиди Холли. Вы почитайте, о чем эти тексты? Это фактически оккультные, никакого отношения к духовно-народственным ценностям традиционно не имеющие тексты. Я ничего против не имею, это у нас свободная страна, пожалуйста, пойте, что хотите. Но понимать это тоже надо. И получается, что у нас есть информационный уровень, мы информируем. Потом мы о чем-то рассказываем с точки зрения познавательности. Есть такой даже познавательный формат или познавательные телеканалы, когда вы включаете перечень каналов, там есть там такие-то, такие-то музыки, и познавательные, и туда все сваливается. Есть просветительские. Разница в чем? Что просветительские каналы, кроме того, что у нас обычно попадает в перечень требований к ЕГЭ, вот Пушкин написал вот это в таком-то году. Хорошо. Или кто, как звали персонажи, значит, я не знаю, в Лермонтовском маскараде, и то, наверное, вряд ли там кто-нибудь скажет, но не важно. И все. А смыслов там нет. Если нет смыслов, если нет толкования, никакого просвещения, никакой пропаганды духовных ценностей, их утверждения, понимания, к какому великому космосу русской цивилизации мы относимся, не наступит. И вот тут этому процессу многие годы был поставлен формальный коммерческий заслон. Потому что, когда мы разгосударствили то, что было телевидением Советского Союза или то, что от него осталось, вы же помните, что был такой проект Российские университеты. Он был создан на базе, ну, стал преемником учебного телевидения. Это четвертый канал. Потом, значит, в силу там каких-то трудностей у них якобы не было денег, туда был включен в вечернее время ресурс, который известен как сегодня НТВ. Потом Российские университеты исчезли, канал остался за телекомпанией НТВ. Я ничего плохого не хочу сказать об НТВ, но формально Российские университеты исчезли. Потом стали говорить, ну, вот кто хочет чего-то там узнать, он может пойти в интернет, там все есть. Там есть лекции, выступления, какие-то познавательные проекты, может быть, даже просветительские. Кстати, вот то, что вы меня сейчас смотрите, вы рассмотрите меня в интернете, соответственно, свобода реализации, свобода распространения информации, она сейчас реализуется. Мы распространяем информацию, согласно закону и нашей Конституции, никто нам это запретить не может. Но одно дело, вот это в формате вот такого разговора, а другое дело, когда мы обсуждаем, что хотел сказать в своей, в своем тексте Достоевский, Гоголь, Пушкин, Лесков, Гермонт, Толстой, Бунин. А что стоит за музыкальными текстами русских композиторов, а почему они русскими считаются? Почему Чайковский русский, никто его, кроме русских музыкантов, исполнить не может? Свиридова, Шнитке, Артемьева, недавно ушедшего. И вот разговор на эту тему, он как раз и является цель, формой просвещения. Другое дело, как это сделать, можно сделать так, что никто смотрит, потом не будет, но даже этих попыток не предпринимается. Или почти не предпринимается. Да, я не хочу сказать, что у нас ничего нет. Конечно, просветительские проекты есть, они так разбросаны, по мелким бисерам, и потом можно их где-то выловить, значит, в повторе в интернете, но целенаправленной работы со смыслами нет. Есть исторические программы, а исторософии нет, философии истории. Подойдите к любому ларьку сегодня, газетному, и посчитайте, сколько у нас журнальчиков издается на историческую тему. Ну, ну, 8 точно. Включая, там, есть сомнительные, которыми на агенты давно надо же, так сказать, присвоить. Да, они развлекательный формат имеют, но люди-то, почему они продаются? Это же бизнес. Просто так, не будет ничего. Значит, люди интересуются историей, собственной страной, причем, в основном, там отечественной истории. Значит, им пытаются, и пытаются удовлетворить этот интерес, предлагая им суррогат, халтуру, передергивание и даже извращение отечественной истории, глумление над ней. Вот, такой пример. У нас нет ни одного нашего правителя, я имею в виду, до революции, из императоров, царей, который не был бы оболган или не имел какой-нибудь штамп дурацкий, который вообще не раскрывает, а что было в этом, кроме Ивана Третьего, может быть. Что это было за время? Как так получилось, что из маленького княжества московского вдруг как-то так сложилось, что страна стала вот такой огромной. Якобы мы страна не успеха, да наоборот, мы страна грандиозного успеха, а нам все пытаются что-то внушить. И это и есть предмет деятельности просветительского телевидения. Так вот, у нас есть с одной стороны русский мир, которым никто не занимается, ну и почти, или пытаются. Вот дипломатам, например, в внешнеполитической доктрине обязали сегодня наших уважаемых дипломатов заниматься продвижением традиционной духовно-наростной целости и то, что называется русский мир. Они не знают, что это, как с этим работать. Они никогда этому не учились. Это не составляло круг их обязанностей. Слава Богу, что это есть, но вот они начинают думать об этом. И получается, что перед нацией стоит задача, а национального телевидения у нее нет. Не путать государственное. есть у нас общественное телевидение Российской Федерации. Это канал, он так и называется, общественное телевидение России, созданный в 2012 году. Там мотивы не будем обсуждать, они очень сложные. Формально он принадлежит правительству Российской Федерации. И слава Богу, в его уставе есть пунктик, согласно которому реклама на нем запрещена. На нем нет рекламы. Вот таких два канала. Было три, сейчас два. Это канал культура и канал общественной телевидения России. ОТР. Был когда-то спас, но потом сейчас он стал индустриально-коммерческим. Хотя, вроде бы, тоже занимается миссионерской деятельностью по вектору и тоже вроде как просветительский. Можно ли что-то сделать? Можно. Нужно просто принять волевое решение. Оно связано с тем, что реализация национального проекта по воздействию на массовое сознание с целью воспитательной и продвижению ценностей сегодня по уставу о том, просветительской деятельности может быть реализована. Ну, это может быть мое мнение личное, но, в частности, на площадке общественного телевидения России. Легко решением президента, потому что по уставу руководителя президента Виталий Никитич Игнатенко, он уважаемый наш журналист, с огромным опытом. Все прекрасно. И Лысенко когда-то руководил этим проектом. Но сегодня общество требует другого уровня постановки вопросов. И все это делается очень достаточно быстро. если кто-то скажет, а что же мы будем там делать? А как будет организовано все это? Ответы есть на это все. Ответы разрабатывались, может быть, касательно других каких-то площадок или возможностей, но они есть. Вот, например, на канале общественной «Россия» сегодня один из лучших, если не считать лучший сегодня кинопоказ в стране, который может быть. Может быть, его там слишком много по пропорциям, но тем не менее, потому что им занимаются там Угнатенко и замечательный зам, он выпускник в ГИКа, и попечительский совет ОТР возглавляет Шехназаров. Поэтому, понятно, они показывают приличные фильмы советского, в советского времени, очень хорошо подобран кинопоказ, но комментирование и разговора не кинокритика, а киноведа, который архетипы выстраивает, какие мы видим в этом фильме, смотрим и плачем почему-то. Вот, советские фильмы мы смотрим и слеза прошибают, а отечественные современные мы не смотрим. Ну, может быть, это вульгарное толкование, но во многом советский кинематограф что-таки был построен с определенной нравственной составляющей, там были худсоветы, потом наши выдающиеся режиссеры могли разговаривать изоповым языком, кое-кого там, может быть, и слегка обманывать в хорошем смысле, а то, что случилось потом, мы начали копировать западные образцы, а копии не работают, это подражательство, это и в театре, и в кинематографе такая тенденция, я не хочу сказать, что все, но если в советское время были выдающиеся работы, которые признаны как шедевры кинематографа мирового уровня, то почему-то вот за 30 лет после партнон перестройки ничего особенного такого сделано не было. Коммерческие проекты были успешные, которые собирали в первой неделе замечательные цифры, все это хорошо, а вот так, чтобы можно было потом пересмотреть по нескольку раз и дожить до понедельника, это очень тяжело. Так вот, сегодня все можно сделать. Бюджет сегодня общественного территории России, он уменьшен на миллиард, и сегодня составляет 2,5 миллиарда в год. Есть там отдельные трудности, потому что общественная территория России стала площадкой по реализации проблем регионального вещания, и окна, которые организованы для вещания на территории Российской Федерации, заполняют местные компании, которые якобы лишились права работать в регионе, потому что после цифровизации региональные компании были уничтожены. Я считаю, что это все уловка, к сожалению, не очень продуктивная. Во-первых, местные компании живут за счет, понятно, рекламы. На ОТР реклама запрещена, поэтому они показывают там себе, или могут показывать только в убыток. Значит, в убыток себе могут показывать только те компании, которые находятся на местном бюджете, и в основном это губернские компании. Но есть выпиющий пример, такой он смешной, конечно. Например, на канале общественной населения России в окнах в Санкт-Петербурге идет канал Санкт-Петербурга. То есть, он идет и в кабеле в Санкт-Петербурге, там 80-хватт, по-моему, в Петербурге чуть меньше населения. Он еще и на площадке ОТР. Зачем? С другой стороны, на местах коммерческие компании крупные практически проиграли все эти возможности. То есть, вот эта попытка как-то снять раздражение по поводу отрицательных результатов цифровизации по отношению к региональным компаниям, он же так и подвис. И вот эта подачка в виде нескольких часов, она, с одной стороны, разрушила целостное вещание ОТР на всю страну, потому что это 3 часа днем и 3 часа вечером. Вот. Это такая большая такая вставка, но это отдельный вопрос, требует серьезного государственного подхода, нужно посчитать. Никто считать не хочет, потому что это можно прийти, это только определенное, может быть, не совсем полное, но тем не менее сложность этого процесса как-то обозначила, чем это все закончится, никто не знает. И зачем это нужно, тем более, что каналы региональные, они могут распространяться и в сети интернет. существуют сегодня площадки, на которых идут местные каналы, обратите внимание, программа «Площадка смотрим», там, если вы в нее зайдете, там предложение, так сказать, они в строчку выстроены, там очень много региональных компаний, которые частично входят в систему ВГТРК, частично они входят. Кстати, в регионах филиал ВГТРК, он обслуживает возможность местного вещания, но это, опять-таки, фрагмент. В общем, самая печальная с моей точки зрения ситуация со знаменитым ленинградским телевидением, потому что у него наследника фактически как бы и нет. Вроде бы там Санкт-Петербург канал или это филиал ВГТРК, то все, что было когда-то наработано, ну, понятно, что времена изменились, людей этих нет, традиций нет, но формально вот у петербуржцев они нервничают, что вроде Санкт-Петербург канал есть, а вот традиций нет, ну, или они куда-то делись. Например, в регионах проходит очень много культурных мероприятий, они это показали спортивно, в том числе с большим трудом. У нас целые пласты информации или социально значимые и культурно значимые информации не попадают, но есть замечательные концерты, выставки, какие-то акции, они на российском телевидении освещаются либо в репортажном варианте, либо что-то снимает канал культура, но это микроскопические вещи, хотя есть яркие проекты. Так вот, когда мы поднимаем вот проблему укрепления национальных духовно-заразных идеалов, которые формируют вот этот образ будущего, то есть уверенность, простите, в завтрашнем дне, это же образ будущего. Не будет большого проекта, не будет образа будущего. И этим надо заниматься, и в условиях, опять-таки, вот этого глобального давления наши противники, они только и ждут того, что мы будем заниматься вот этими глупостями и пытаться зарабатывать деньги. Простите, какие деньги? Какие могут быть деньги? Ведь сейчас, когда идет специальная военная операция, как Песков нам сказал недавно, что идет война, так война-то разная идет. Я повторюсь, ментальная, психологическая, гибридная, информационная, это все воины. И некоторые считают, что вообще третьемировая война с точки зрения информационного противостояния, она уже началась. Так это борьба за умы и сердца, как говорили раньше в документах Центрального Комитета Партии. И никто от этого не отказывается, наоборот. Кстати, президент наш, я не помню, где он, но он сказал, что информационную войну, противостояние нам трудно выиграть. Конечно, в точке зрения коммуникационных технологий, когда завтра интернет, можно будет из космоса на смартфон, то есть фильтров не будет. И когда наши молодые люди будут напрямую получать непонятно что, непонятно где сделано. И это будет заходить, как нож теплых масла в мозги наших детей, если у них не будет духовно-нравственного иммунитета. Вот если будет иммунитет, ничего не будет. Но никто не поверит. Вот все удивляются, вот нам тут предлагают разные проекты, пытаются над нами издеваться, терроризируют нас. А русское общество отвечает как-то вот с их точки зрения странно, потому что иммунитет есть, и ценности другие, и взгляд на мир другой. Так это надо же людям объяснять. Значительная часть населения, она может что-то чувствует, но наверняка не знает. А если это перевести в убеждение, тогда с нами вообще ничего сделать, быть нельзя. Что собственно на это и направлен этот постановка вопроса, как национальный проект. Есть, конечно, там много можно говорить о тех вопросах и проблемах, которые могут возникнуть на пути создания так называемой платформы, но платформенность в чем заключается? Что с одной стороны есть основной канал, крупный, но это не значит, что он один. Например, вы знаете, что телекомпания Мир Межгосударственная имеет Мир, основной канал, который идет в мультиплексе, Мир HD, Мир Док, то есть документальное кино, Мир 24, Радио Мир, вот платформа, она работает, куда она работает, зачем работает, другой разговор, но формально такая есть, у крупных компаний есть ресурсы в интернете, причем не один, а на несколько каналов можно организовать. Например, Соловьев Лайф, это что, это часть холдинга ВГТРК или это его личная инициатива? Ну, вряд ли, конечно, но спокойно, тем более, что на платформе смотрим, там есть. Соответственно, вот это общественное телевидение России или вот эта медиаплатформа, национальное телевидение, она может иметь не то, что один, а рассыпь каналов, на которых можно предлагать очень недорого, используя ресурсы государства и интеллектуальный потенциал наших там, профессорско-пределевательских составов, например, лекциях о русской истории, причем они могут быть в полемической форме, они могут быть не то, чтобы развлекательны, но для умов ни в чем не твердых там полегче, причем можно кому-то рассказывать какие-то несуразицы, но мне это убеждать трудно, я провел на ресурсе Час Истины 385 программ о русской истории часовых с ведущими специалистами, с мировыми именами, которые занимались тем или иным вопросом. До сих пор на историческом факультете не как пособие используются, чтобы на лекции не ходить, а своих же преподавателей, которым там ничего не меняется, Иван Грозного как был, так и остался, и тема опрещена в университете, всегда правильно преподавался, это сегодня все открывают для себя, что это такое, кто такой был Иван Васильевич, да причем здесь конец света, который как раз попадал на его царство, ни к чему они там готовились, то есть огромные пласты русской истории могут поменять просто сознание, и будет как Суворов говорил, мы русские, какой восторг, и вот этот восторг можно передать, вот недавно состоялся в Доме музыки концерт, он, значит, там славный страниц нашей отечественной истории, в том числе посвящен был, значит, и нашим воинам, а что там исполняли? Славься, Глинки, Богатырские ворота Мусоргского, значит, Прокофьев, вставайте, люди русские, причем священная война перешла, вставайте, люди русские, там была Ария Ленского и куплеты из гусарской баллады, там была песня Офицеры и новая песня Газманова, которую только что он написал, но не он лично пел там хор, хор стоял 40 детей и человек 80, значит, хористов, отрывок из 7 симфонии Чайковского, Шестаковича, который написан в блокадном Ленинграде, и Рахманинов, Мечетина, исполняла, высочайший уровень, организовывал это все ректор Института музыкальной и политики Иванова Валерий Воронов, Валерий Иванович. Зал был в таком патриотическом шоке, а вот от такой программы, потом там был и, кстати, Солнечный круг, и Вольный ветер Дунаевского, и даже из цирка, там были эпизоды, и это все наша отечественная культура. И Кирилла Молчанова «Жди меня» из оперы «Азоя здесь тихий» есть такая опера, выдающийся композитор советский. И мы это узнаем, нам это, да, пришли люди в дом музыки, да, большой зал, да, там говорят, там канал «Звезда» что-то снимал. Ну, я видел, что это камеры были не совсем профессиональные. Ну, хорошо снимали, замечательно. Ну, так надо же это все толковать, даже простой показ, он уже вызывает вот этот восторг, так с людьми-то надо разговаривать, и вот этого наши оппоненты очень боятся, потому что тогда мы поднимем смысловой пласт. И вот то, что я сегодня говорю, вроде бы, может быть, слишком увлекаясь, но если дискуссия в этом ключе пойдет в связи с формированием вот этого проекта национального воспитания, то просто, ну, а что, деваться будет некуда. И особенно в условиях специальной военной операции никакие шестые, пятые, седьмые колонны ничего не сделают. Придется считаться с мнением большинства, которые требуют, чтобы его детей, наших детей воспитывали правильно, гармонично развитыми и социально активными с опорой на традиционный духовный народ. Кто-то против? Ну, пожалуйста, можно ехать туда, там вас быстренько научат. Ну, и в заключении скажу, вот такой, я вот приготовил такой небольшой абзац, что время требует больших проектов. Больших проектов. Это большой проект, донациональный проект о воспитании, рассчитанных на длительную перспективу, требует масштабных и ответственных решений. И то, что предполагаемые к развертыванию уже 12, их 12, на Федеральном собрании было 5 представленных, было 6. Это 12 национальный проект. Вы же видите, как пошло в связи с этим проектом развитие по определенным направлениям. Кто-то портит, да поэтому за президента проголосовали, потому что видят, что решаются вопросы. Да, медленно, но они решаются. И вот именно этот национальный проект объективно предусматривает создание просветительской медиаплатформы нового поколения, которая должна стать концептуальной точкой сбора русского мира. А если вам напомнить, какие цели ставят перед собой наши враги, в частности службы безопасности Украины, формулируя, с кем они борются, это в доктрине у них написано, они это не скрывают, там три пункта, там нет партийности, там русский язык, русская православная церковь и русский мир, три позиции. они правильно формулируют задачу, но мы-то тоже это знаем, и мы должны действовать с удвоенной энергией, опираясь на ту самую, на тот самый неоспоримый феномен русской цивилизации, который у нас есть, а у них нет, а у нас есть. Для того, чтобы победить, нужен образ победы, то есть эта победа должна быть ясна, понятно, визуально представлена всем народом. Не секрет, что против нашей страны началась Третья мировая война. Хотя средства массовой информации говорят другие слова про СВО, но мы-то видим, что это война, люди гибнут на ней. Всерьез мобилизованные люди, и для того, чтобы победить в войне, нужен образ победы, явный, понятный, труд, который сердцем почувствует каждый, кто находится на передовой. победы, но для того, чтобы сформировать этот образ победы, нужно понять, кто наш враг, потому что победа достигается над врагом. для того, чтобы понять, кто наш враг, нужно понять, кто такие мы, и кто такие они. И вот этот вот вопрос, он самый главный, кто же такие мы. Нам очень долго пытались объяснить, что мы пролетариат, что мы какая-то общность советских людей без национальности, ну, такие интернациональные национальности, чтобы мы забыли, кто такие русские, чтобы мы забыли, что мы и есть те самые русские люди во время Великой Отечественной войны вспомнили и Сталин произнес тост за русский народ. И вот сегодня, для того, чтобы вспомнить о том, кто такие мы, что мы русский народ, что мы воюем за нашу за русскую землю, мы делаем два проекта. Первый проект, мы завершили первый том истории. И я приглашаю вас настоятельно пройти этот курс. Он недорогой и быстрый, но он ясно и точно дает понимание о том, кто такие мы с исторической точки зрения и чем мы отличаемся от других народов, какой этический принцип лежит в основе русских людей. Что та фраза, которая была сказана нашими полководцами больше, чем две с половиной тысячи лет назад, а именно с этого времени начинается наш учебник, говорит, мы чужой земли не хотим, свою мы не отдадим, мы не хотим властвовать ни над какими народами, но и не позволим, чтобы над нами властвовать. А вторая часть это возрождение культуры, нашей русской культуры, это наши русские былины, наш героический эпос. Этот героический эпос мы сегодня записываем, как цикл, который читает замечательный актер Евгений Пацин и дети слушая его говорят, а Киев это что? Наш город русский, а тогда все понятно, и Чернигов наш, ну тогда все ясно, понимаете, дети, которым пять, шесть, семь, восемь, хотят понимать, что же происходит, и это хотят понимать и даже взрослые, но когда вы слушаете русские былины, которые поэтические, которые на русском языке, которые про русские города, классскому князю Владимир, Киев, когда все становится ясно и понятно, что это война за русскую землю, а те люди, которые там живут сегодня и называют себя нерусскими, ну, наверное, там не должны жить, или они снова должны стать русскими, так что оставайтесь с нами, если вы слушаете клуб улицы правды, а если хотите осознать себя, пройдите курс истории, блины мы еще будем записывать, это большой цикл, а в конце концов мы планируем снять мультфильмы по ним, чтобы все дети увидели, все дети запомнили. Спасибо. Я уверен, что вот этот переломный момент с постановкой вопроса, столь значимого для нашей страны, особенно в условиях, которые мы сейчас принимаем, на уровень национального проекта, ну, это тот, возможно, перелом, о котором многие интеллектуалы говорили, вокруг которого можно многое развернуть в совершенно таком позитивном, правильном направлении с точки зрения будущего, который мы все строим, чаем, понимаем и надеемся. Спасибо. Добрый вечер. Ну, во-первых, я соглашусь, я хотел задать вопрос, получается, что я что-то должен еще сказать. Мне кажется, единственное, с чем бы я поспорил, это с вашим тезисом о том, что законодательно это база вся собственно сформирована, и осталось лишь воплотить вот этот указ и отдельный проект. у нас есть стратегия национальной безопасности, это правда, это документ, определяющий развитие на десятилетия, и там ядро этого документа, это, конечно, защита традиционных, это названо, правда, но я бы сказал, что это человеческих, евангельских ценностей, и это очень здорово. Еще более неплохо, то, что появилось в его развитии, указом президента в прошлом году, концепции внешней политики. И вот я задаю вопрос, который я хотел вам задать, а где у нас концепция внутренней политики? Может быть, если бы мы ее приняли, концепцию, которая определяет ее как практику, реализующую те самые ценности внутри нашей страны, где мы себя цивилизацией предъявляем внешнему миру, но все-таки мы попытаемся с людьми поговорить и поработать и с политиками, и с обществом, молодежью, с элитами, прежде всего, именно как с цивилизацией, а значит, как носители некой стратегии, некой культурной, исторической сложившейся традиции общества тысячелетней. это первое. То есть, мне кажется, вопрос стоит глубже, поскольку тезис еще вы приводили, вы очень подробно это все обсудили, но у меня как потребителя информации, а все мы так или иначе, информация все-таки продукты, мы должны с ним работать, но работать именно, уметь это делать. я сейчас перестал смотреть телевидение, кстати, вообще, что само по себе, я не хочу делать общих выводов, но это какой-то симптом для меня. Так вот, мне непонятно, как чиновнику, как в свое время издателю с десятилетним стажем книгоиздателя, мне непонятно, почему телевидение, в том числе государственное, по крайней мере, где доля государства определяющая, провозглашая себя таковым и реально существуя, бюджет, вы можете подробнее прокомментировать, бюджетируя на самом деле на деньги порученных специально госкорпораций, живя на этом, а не на каких-то бюджетах с показов. Тем не менее, продолжает общаться с людьми и формировать продукт в логике рейтинга. Ну, мы же с вами понимаем, что это, вообще-то говорят, лукав. Это примерно так же, как с нашим большим спортом, который как бы вроде бы в логике коммерческой должен бы жить. Но мы-то знаем, я когда-то был заместителем губернатора, премьера Московской области. я-то знаю, да и все это знают, как функционирует и на какие деньги, но уж совсем не на клубные заработанные лишь российский большой спорт. Тот самый большой спорт, который собственно для шоу и для, наверное, самих спортсмена и для владельцев команд, наверное. Но совсем не для людей, поэтому он съел собственно, для людей как участников. Поэтому, собственно, съел спорт массовый, спорт для людей. Даже не стал бы это назвать физкультурой, это просто съел спорт для людей. Сейчас все вот нам говорили, вот невозможно, вот так все должно быть. Да, сейчас некоторые нам наши даже руководители спорта говорят, что надо ехать в Париж все равно, если допустили. Да, это во время войны надо ехать в Париж. Здесь, там наших парней Макрон собрался убивать, отправляя туда военных, в крайней мере, обсуждая, а мы должны ехать в Париж. Вот это все вот в какой-то такой логике не соединенной в концепцию внутренней политики. Поэтому конечно же нельзя не приветствовать появление такого канала. Но мне также кажется, что на этом фоне нельзя оставлять. Почему мы должны множить сущности? А может мы разберемся с тем, что у нас сейчас есть? Вот вы предлагаете разместить это на ОРТ. Мне нравится, я смотрю, кстати, ОРТ, я смотрю культуру, я смотрю Спас, и вот это я смотрю. И мне это нравится. Есть расхожее выражение, нет никаких жанров, кроме, должны быть все жанры, кроме скучного. Мне кажется, это вот лукаво, потому что тогда мы получаем, сразу же в Ницшеанце сваливаемся. Что говорил Ницше? Что человек жаждет удовольствия лишь, а не истины. Истина не нужна. Ему отвечал Достоевский, так и не ему отвечал, а Достоевский утверждал иное. Кто истину захотел, тот уже бесконечно силен. Так вот, мне кажется, что вот это лукавое позиционирование телевидения в целом, государственного в том числе, существующего. Давайте разберемся с существующим. Давайте разберемся с логикой функционирования еще недавно очень даже первых и вторых кнопок. Сейчас СВО, ну, и Божий промысел и наш президент, ситуация меняется. Но она меняется, это мое личное мнение, она меняется в режиме скорее вынужденного самотека, как у со спортсменами. Еще я вот помню, как еще у нас не так давно писать Национального Олимпийского комитета, говорю, едем, едем, едем. Сейчас он уже не так не говорит. Сейчас некоторые другие чиновники говорят, что вот если кто-то получил допуск в Париж, то должен ехать. Я не понимаю, правильно сказал, что это делегация бомжей должна ехать туда. Кто-то должен договаривать до конца. Ну, вот это все полу полу завершаем. Спасибо, что вы этот вопрос вынесли. Я, как специалист, занимающийся ментальной безопасностью, стратегией ментальной безопасности. Повторяю, и спасибо, что даете здесь площадку, и спасибо, что усиливаете. Я повторяю, что мы обречены, это президент говорил, на, но если не поражение, то у нас очень большие проблемы, если мы будем пытаться действовать лишь в рамках нижнего уровня ментальной войны, информационной, лишь на этом уровне победить. Перебить их объемом информации, значит, надо перебить объемом денег, объемом коммуникации, мы не перебьем. И вне, это просто даже смешно говорить, да и внутри страны еще недавно мы были совершенно информационно оккупированы, ну или были в ситуации, похожие на 41-й год, декабрь, когда немцы были под Москвой. Сейчас ситуация меняется, но все равно мы должны уходить уже на другой уровень. Американцы, не американцы, неправильно, те, та реальная власть, которая там поставила, перед военными, кстати, США, и Миля это провозгласил, я вас это говорил, перейти от информационного, когнитивному, информационно-психологическому доминированию. То есть, они уже понимают, что дальнейшее вложение в денег, в захватывание информационного пространства, ну, оно неэффективно, оно уже захвачено, оно, все, все более-менее важные каналы, редакции, журналисты, медиа, все они так или иначе уже в деле, а случайных нет, а если появляются, то с ними, как с Карселом, довольно быстро разбираются, или не быстро, но разбираются. Поэтому надо переходить на маркетинговые технологии информационно-психологические, и они этого поставили цель, внимание, военным цель, потому что это очень хорошее то самое оружие, которое позволяет не захватывать территорию, лишать страны суверенитета, и в общем то, что они, например, проделали в течение 30 лет на Украине. Но мы, наша, наша, Дмитрий Владимирович, наша война, это ментальная, почему? Потому что президент сказал, что мы цивилизация, потому что мы это прописали в стратегии национальной безопасности, потому что мы это в конце концов подтвердили, мы цивилизация русского мира, подтвердили концепцию внешней политики. Правда, я еще раз повторю, внутренне, по-моему, почему-то не приняли, и даже я не слышу, чтобы она где-то там разрабатывалась. Так вот, чтобы защитить вот это самое ядро, ядро стратегии нашей национальной безопасности, а это вопрос именно безопасности, а не политики лишь, конечно же, нужно защищать ценности. Надо вести и работать ментально, то есть надо продвигать, работать со смыслами и с ценностями, вот это технологично, но это единственное, что даст результат, не с информацией, как таковой, это инструмент, даже не с когнитивно-психологическими технологиями, это все инструментарий, надо работать со смыслами, поэтому и телевидение должно быть смысловое. Вы мне скажете, завершая, что-то будет скучно, я скажу, вы лжете, это не будет скучно. Когда мне очень известные, очень популярные телеведущие говорят, ну ты же понимаешь, брат, у меня-то рейтинг номер один, два или там какой, я не понимаю, я говорю, а как он может быть номер три или четыре или пять, если кроме вас ничего нет или никого нет. Это от лукавого все. Давайте все-таки верить больше нашим людям, их вкусу, их запросу и давайте все-таки считать, что все-таки не все определяется рейтингом. Если мы так это решим, что это не госполитика, а это что-то иное, то тогда, может быть, даже отдельных указов не надо будет делать, я имею в виду, по нацпроекту, а все телевидение государственное. Исполняя эту задачу развития государства нашего как цивилизации, станет таки цивилизованным телевидением, а значит телевидением смысловым. Ну мне так кажется. Извините, я не готовился, это так уж просто. Спасибо. Когда мы говорим, что отсутствует доктрина внутренней политики, правильно, потому что я говорил о том, что нужно создать национальное телевидение. Концепция его есть, так или иначе. Я что-то об этом сказал. Так это частично и есть концепция внутренней политики, которая формирует сознание населения. Ведь внутренняя политика не только про партии или организация деятельности общественных организаций. Это как раз про воспитание. И когда мы скажем, а что такое национальное телевидение, в процессе вот выработки этого, это и есть частично то, что очень все боятся. Это то, из чего состоит внутренняя политика. Она из этого и состоит. Дальше. Телевидение существует в логике вот этой лукавой удовлетворения под фирмой. Совершенно точно. 85-90% наших СМИ это коммерческие предприятия. Но здесь еще есть другой обман. Вы правильно сказали, что они распределены между крупными финансово-промышленными группами. Но... Такой сигналет полишенеля, понимаешь? Но бюджет-то состоит их. Доходы от рекламы составляют 15-20%. Но эти 15-20% формируют правила игры и их правила игры. нам навязаны. Мы играем по их правилам. В котором главный критерий опять-таки все правильно сказали рейтинг. Рейтинг и репутация разные вещи. Он может быть очень рейтинговым, но ему никто не верит. Потому что за ним там что-то не то стоит. Да, мы его знаем, мы его, может, даже слушаем. В качестве инфотеймента развлечения через информацию вечером включи. А там одни развлекательные программы в кавычках. Но мы будем их смотреть, потому что они касаются ситуации на линии фронта. Это люди наши там гибнут. Мы будем пытаться выяснить эти эксперты замечательные, которые там приходят. Каждому по 2-5 минут дают, он что-то там скажет. Мы же их приходим, слушаем, они не всегда ведущих замечательных. То, что спорт и коммерция. Ваш покорный слуга закончил титул физкультуру, я мастер спорта. Я делал, значит, канал 7 ТВ. То есть, я понимаю, что такое коммерческий спорт и коммерческое телевидение. Сегодня есть ниша огромная. Это физкультура и спорт и популяризация не олимпийских, не коммерческих и военно-технических видов спорта. Вы когда-нибудь видели трансляции турнира по русской лапте? Там оторваться нельзя. Но она как бы вот вне этой тусовки. Я про городки как бы не говорю. Есть огромное количество разных стран, которые не попадают на экран, а якобы они не попадают, значит, нет ни интереса. Это от лукавого, совершенно верно. Дальше. Коммерция в спорте, мотивация и воспитание спортсменов. Зачем они там существуют? У меня мама покойная, она занималась детским и юношеским спортом Московской области вместе с Кашиненниковой. Я знаю, что это такое. Это кузница кадров великих спортсменов, героев спорта. Это молодые ребята из школ детских и юношеских Московской области. Их не показывают. Массовый спорт сегодня, он вроде как где-то есть, но на экране в медиапространстве его нет. Вспомните золотая шайба, кожаный мяч. Раньше проводили спартакиаду школьников. Это же надо культивировать. А их нет даже в новостях. И вот когда, например, будем говорить об информационной политике, того, что называется национальное телевидение, тогда, соответственно, эти события должны попадать в повестку. А не то, что где-то там какой-то мост рухнул в какой-то стране, или еще что-то там родился тигр-альбинос в очередном зоопарке. Вы же посмотрите информационный ряд, там огромное количество, ну, сегодня, ладно, сегодня ситуация такая. А раньше это же все были развлекательные форматы. Инфотеймент это устоявшийся термин, и они этим пользуются. Вот, и правильно вы сказали, что играть по правилам их нельзя. Но вот этот коммерческий проект, который сегодня, подход, который сегодня заполонил из них, можно сломать, если выдвинуть доктрины национального телевидения в рамках национального проекта, который мы сегодня обсуждаем по воспитанию личности. Я не потому, что плохо отношусь к общественному телевидению России, но так получается, что выполнить эту функцию здесь и сейчас, сегодня, летом уже этого года, может только этот, либо надо тогда пересматривать работу второго мультиплекса, объявлять конкурс, например, вместо первого мистического, либо ТВ3 есть такой канал, что-то там другое делать, но это время. А зачем? Вот есть ресурс, пожалуйста. Есть там еще, например, в интернете и на спутнике разные другие каналы с потенциалом серьезно, например, союзное телевидение, которое сейчас будет пересматриваться и принято решение о создании на новых условиях, на новых основах холдинга, медиахолдинга союзного государства, там тоже просветительская функция рассматривается. Не потому, что кто-то из уважаемых руководителей, мы их всех знаем, что-то там сказал. Нет, это веление времени, это требование времени, и никуда мы от этого не уйдем. И, значит, враги наши, оппоненты могут сказать, мы там, вот это трудно, это сложно, это лукавство. Борис Игорьевич, поскольку работаю с этой средой, прославим мы с вами, к сожалению, может, я, дай бог, чтобы я оказался неправ, скучными, стареющими, ламповыми, ретроградами, утверждая это, понимаете, потому что, ну, так уже ментально отработали, так давно продолбили все эти дыры, что, вот если бы так, либо по-иному не может быть. И мне кажется, если мы просто честно будем говорить, что вот это телевидение, вот такое, телевидение рейтинга, это телевидение неуважения к русским людям, к русским наконациональным людям, просто неуважение. И в основе него быдло схавает, быдло хочет. В основе него то самое неизшианство бесовское людям нужны удовольствия, людям не нужна правда, люди хотят слышать то, что они хотят слышать, и мы им должны это предоставить. Ну, может быть и так, но мне так кажется, что стоит попробовать государству потратить лет 10, давайте 10, ну, хорошо, вот мы к 30-му году должны произвести тысячу самолетов. Это, кстати, очень серьезная, амбициозная задача. Это самолет три дня, фактически. может быть все-таки масштаб, 30-й год. Ну да, ну в общем, серьезно, правда, да? Может быть мы тоже так вот все скажем, давайте так вот, три там, четыре первого канала 10 лет будут заниматься только этим. Вот просто скажем, я не понимаю, почему нельзя, это же, вы такие называли цифры там, один, два, три миллиарда рублей. Внимание, рублей, внимание, разрешите, рублей. людей. Ну, я знаю некие ОНО, занимающиеся в информационном поле, где месячные, примерно такие, сопоставимые, бюджеты. Это вообще не деньги с точки зрения стратегии национальной, просто не деньги. Вот как раз дискуссия на эту тему, она и должна быть. И мне кажется, сама военная ситуация, само нахождение России, обложенной со всех сторон, концептуально оформленной политикой нашего уничтожения на Западе, а мы стоим у них на уничтожении, ну, просто должна сказать, хорошо, у нас все, внимание, мы 10 лет в оборону уходим, информационную и нападение. Не в оборону, в национальную безопасность, уходим, телевидение национальной безопасности. Ну, давайте так скажем, телевидение, стратегия есть? Давайте будет телевидение национальной безопасности. И вот 10 лет в этом проживем, 10, больше не надо. Ну, давайте к 30-му, хорошо. И мне кажется, что через 5-6 лет мы что-то увидим другое. И молодежь, я вот сейчас читаю, сегодня читал лекцию в Ранхиксе, вчера на физтехе. Я разговариваю с молодежью, они зовут, почитать, рассказать по тому, что мы с вами здесь делаем на улице правой. Не про то, что мы делаем, а вот эту тематику. По истории, по ментальной безопасности, ГИМО. Хорошие ребята, хорошие ребята. Эти физики, эти дипломаты будущие, эти будущие специалисты по туризму и развитию спорта. Им всем хочется чего-то главного, а мы по-прежнему слушаем наших наших телевизионных гуру, которые говорят, рейтинг, Андрюха, ты просто ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь, на самом деле, так только и бывает. Наверное, я ничего не понимаю. Спасибо. 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 Спасибо.